Вместо бензина литиевый аккумулятор, вместо руля пульт, но управляет автомоделью, как и принято, пилот. От полномасштабных гонок технический спорт, безусловно, отличает агрегат, на котором проходят заезды. Кирилл Шалыгин уверяет, каждый настоящий гонщик обязан знать свою машину изнутри. В модели установлена сервомашинка для рулежки, для поворотов, электромотор и регулятор скорости. Какая скорость максимальная? Ну, километров 120, наверное, точно есть. В среднем цена гоночной модели варьируется от 5-8 тысяч рублей. Верхний ценовой порог не ограничен, констатирует наставник Кирилла Андрей Ярошевич. Тренер в прошлом сам профессионально занимался автомодельным спортом в деле около 30 лет. О подопечном говорит с большой надеждой, несмотря на юношеский максимализм и характер, в нем есть огромный потенциал. Этот спорт подразумевает две составляющие. У него техническая составляющая и непосредственно спортивная составляющая. Кроме того, что он проявляет себя как спортсмен, как пилот, он же управляет моделью, он должен держать себя в определенном тонусе, он должен сконцентрирован быть всю гонку. Он еще должен знать модель свою, уметь ее настроить, понять, что нужно для правильного прохождения поворота. Потому что можно пройти поворот с одним временем и с другим временем. Судя по серебряной медали, Орловскому гонщику удалось отлично отстроить свою машину. Регламент первенства определил пять квалификационных и три финальных заезда по трассе. Одна гонка радиоуправляемых моделей длится около пяти минут. И несмотря на то, что Кирилл занял второе место, он уступил самую малость местному пензенскому гонщику. Он уступил на круге буквально секунду. Уступал лидеру буквально секунду. Но риск был разбить модели, поэтому мы не стали рисковать дальше. И решили, что лучше пока взять призовое место, чем рисковать. Радость. Была какая-то горечка. Не занял первое место. Как-то было обидно чуть-чуть. Он хозяин трассы, он там тренируется, он там живет. Это сыграло огромную роль. Безусловно, на результат влияет опыт, база подготовки. Для Орловской Федерации это большой успех. Такая медаль в копилке первая. Но спортивных высот без трассы не достичь, сетует тренер. Сам же призер говорит, что через стернии к звездам помогут пройти тренировки, тренировки, тренировки. Андрей Деркач, Андрей Борискин, телеканал Первый, областной.